МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит Ульяновск". Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании Волга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! У микрофона Алексей Сорокин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О науке просто и понятно. Все, что вы хотели знать о науке, но не знали, у кого спросить. Мы расскажем вам о самых интересных научных исследованиях и достижениях. Сегодня кандидат в физико-математических наук, доцент кафедры физики и технических дисциплин Ульяновского государственного педагогического университета Николай Кошелев познакомит нас с современной астрономией. С точки зрения общества, астрономия находится на особом положении среди естественных наук. Прежде всего из-за того, что она оказывает очень сильное влияние на культуру общества и на мировоззрение людей. Вторая особенность в том, что профессиональных астрономов очень мало. Ну вот, если говорить о России, то сегодня профессиональных астрономов готовят всего в двух университетах. В Москве, в МГУ и в Питере еще есть подготовка астрономов. То есть суммарный набор там всего несколько десятков человек. И, соответственно, каждый астроном, который выпускается, это штучный товар. И вот противоречие между маленьким количеством профессиональных астрономов и влиянием на культуру общества очень сильно заметно бросается в глаза. Частично тут еще сказывается наличие заметной простойки астрономов-любителей. Если еще 100 лет назад или 50 лет назад купить какой-то телескоп, это было большим решением, любительский телескоп стоил дорого, то сегодня любительские телескопы продаются в обычных магазинах. Большинство астрономов-любителей ограничивается даже наблюдением звездного неба не через телескоп, а через бинокль. Есть так называемые астрономические бинокли. У них увеличение небольшое, всего лишь 7-8 раз. Но они специально приспособлены для наблюдения в ночное время, для именно наблюдения за слабо освещенными объектами. Ну, стоят они где-то около 4-5 тысяч. Тут еще надо вспомнить, что в России наконец-то с 2017 года астрономия вернулась в среднюю школу. Теперь астрономия преподается в старших классах, в 10-м или в 11-м классе, в качестве обязательного предмета. Там количество часов небольшое, но все-таки заметное. Но если говорить об астрономии в школе, то там есть небольшие проблемы, связанные с тем, что все-таки с 2017 года прошло не так уж много времени. В основном преподают астрономии учителя физики. И астрономия – это наблюдательная дисциплина. Для хорошего обучения школьников надо бы, чтобы дети имели возможность наблюдения за объектами небесной сферы. А вот большинство наблюдений проходят все-таки в темное время суток. Можно наблюдать днем, но такого рода наблюдения весьма незначительные. Можно посмотреть, скажем, пятна на Солнце, можно посмотреть Луну, можно посмотреть на Венеру, если создается условие, если ее вообще, в принципе, можно наблюдать в это время года, если она находится в условиях видимости. Но вот наблюдения днем, они тоже затруднены, потому что нельзя же смотреть на Солнце без защиты. Есть такой анекдот о том, что сколько раз может посмотреть астроном на Солнце. Ответ два раза. Сначала одним глазом, потом другим. И вот, чтобы проводить дневные наблюдения, все-таки учителям приходится обеспечивать меры безопасности, и не все на это решаются. Если говорить об астрономах-любителях, то есть тут одна маленькая замечательная черта. Астрономия в современном виде существует чуть более 400 лет, с тех пор, как Галилей изобрел телескоп. Так вот, телескоп Галилея имел увеличение всего лишь около шести раз. Это увеличение довольно скромное по меркам современных геноклей. И простой любитель астрономии может видеть те же самые объекты, о которых в свое время Галилей писал научные труды. Именно вот эта возможность наблюдения привлекает людей к наблюдениям звездного неба. А каков статус астрономии с точки зрения современной физики и других естественных наук? В последнее время повторяется история, которая была примерно во времена Ньютона. Исаак Ньютон издал свой знаменательный труд «Математические основания натуральной философии» для того, чтобы решить задачу о движении небесных тел. Тогда были известны законы Кеплера, три закона Кеплера, но было совершенно непонятно, как их объяснить. И вот Исаак Ньютон заложил основу классической механики прежде всего для того, чтобы объяснить движение планет вокруг Солнца. Почему они движутся по эллипсам. И сегодня, в наши дни, астрономия снова начинает выполнять ту же самую роль. Приборы, которые могут изготовить физики на Земле, они стоят очень дорого, а мощность их все-таки небольшая. Ну вот тут можно вспомнить Большой Адронный Коллайдер в Церне, это в пригородах Женевы. Он стоил несколько миллиардов долларов и строился огромный промежуток времени, там, по-моему, несколько десятилетий заняла стройка. Такие энергии, какие получены на ускорителе в Церне, все-таки для специалистов в области физики высоких энергий, они кажутся немного недостаточными. То есть физики, конечно, хотят на наземных ускорителях получить энергии как можно выше, но все-таки существует пропасть между типичными энергиями в моделях, с которыми они работают, и энергиями, которые, в принципе, достижимы на Земле в ближайшие 100 лет. И вот специалисты по физике высоких энергий часто проверяют свои модели на космологических моделях, а космологические модели верифицируются, проверяются по астрономическим данным. Ну вот это вот особенность, значимость астрономии с точки зрения современных естественных наук. А какие астрономические открытия за последние десятилетия стали самыми значимыми? Я буду говорить только об открытиях с начала 90-х годов. 90-е годы выдались очень удачными, и за все время, с 90-х годов до сегодняшнего времени, было всего несколько открытий, которые по своей значимости сравнимы со значимостью открытия Галилеем спутников Юпитера, так называемого открытия Галилеевых лун. Это прежде всего открытие ускоренного расширения Вселенной в конце 90-х годов, открытие анизотропии реликтового излучения тоже, но не в конце 90-х годов, а в начале 90-х годов, и, наконец, открытие гравитационных волн, которое произошло в сентябре 2015-го года, а результат был опубликован в феврале 2016-го года. Ну вот, помимо этих трех знаменательных достижений, были достижения рангом поменьше, не столь неожиданные, и оказавшие не настолько большое влияние на современную науку. Вот в качестве таких достижений можно упомянуть получение изображений близких красных гигантов методом интерференции. То есть это на телескопах, только телескопы необычные, а, скажем, два телескопа объединяют в один для получения интерференционной картины, и таким образом удалось получить несколько изображений красных гигантов. На обычных телескопах до сих пор изображений звезды получить нельзя, это слишком маленький объект, и с точки зрения угловых размеров. Также в 2019 году было впервые получено изображение тени черной дыры. Это массивная черная дыра в центре галактики М87, еще называют Дева А. И вот в марте 2022 года было получено изображение еще одной черной дыры, это уже в центре нашей галактики, Млечного Пути. Называют этот объект «Стрелец А со звездочкой». Большое внимание уделяется экзопланетам. Первая подтвержденная экзопланета была открыта в 90-х годах, а сегодня это огромный такой пласт исследований. Ну и еще хотелось бы сказать об исследованиях внутри Солнечной системы. В основном исследования идут за счет использования космических аппаратов. Тут желательно бы вспомнить посадку спутника «Розетта», которая состоялась в 2014 году на комету Чурюмова-Герасименко. Ну вот другие успехи, крупные из тех, о которых я хотел бы сказать. Ну, каждый год происходят также очень знаменательные события, но, к сожалению, они не столь большие, как, скажем, вот три самых первых громких события, такие, как открытие нейтропии реликтового излучения, открытие гравитсомых волнов, открытие ускоренного расширения Вселенной. Выслушали кандидата физико-математических наук, доцента кафедры физики и технических дисциплин Ульяновского государственного педагогического университета Николая Кошелева. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Музейное пространство. В этом году исполняется 220 лет с дня рождения классика русской литературы Федора Ивановича Тютчева. Западная Европа и более чем 20-летняя дипломатическая служба. Клейдоскоп встреч и впечатлений и неразрывность связи с Россией. Все это способствовало формированию уникального поэтического наследия поэта, примеры которого поражали современников искренностью, доверительностью и эмоциональностью. Получить представление о жизни и творчестве Тютчева в контексте эпохи на фоне исторической ретроспективы можно в Литературном музее Дом Языковых на выставке «Как сердцу высказать себя» из собрания государственного мемориального историко-литературного музея-заповедника «Овстук». О личности выдающегося поэта-лирика, философа, дипломата и патриота Федора Тютчева и, конечно, о выставке нам расскажет старший научный сотрудник литературного музея Дом Языковых Дарья Козловская. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить, У ней особенное стать, В Россию можно только верить. Эти поэтические строки были написаны в 1866 году Фёдором Ивановичем Тютчевым. В текущем году исполняется 220 лет со дня рождения классика русской литературы. К этой знаменательной дате приурочено экспонирование в Литературном музее Дом Языковых передвижного выставочного проекта «Как сердцу высказать себя» из собрания государственного, мемориального, историко-литературного музея заповедника Фёдора Ивановича Тютчева «Овстук», что находится в Брянской области. Он призван отразить личность выдающегося поэта-лирика, философа, дипломата и патриота, его жизнь и творчество в контексте эпохи, на фоне исторической ретроспективы, родового имения в «Овстуге» как истока его жизненного, и творческого пути. Дворянский род Тютчевых относился к числу самых древних в российском государстве и был примерно в два раза старше царского рода Романовых, которому предки Фёдора Ивановича Тютчева служили верой и правдой. Родоначальником фамилии стал слуга московского князя Дмитрия Ивановича и герой Куликовской битвы Захарий Тютчев. Согласно сказанию о Мамаевом побоище, в 1380 году он был отправлен послом в Мамаеву Орду. Князь же великий Дмитрий Иванович послал к нечестивому царю Мамаю избранного своего юношу по имени Захарий Тютчев, испытанного разумом и смыслом, дав ему много золота и двух переводчиков, знающих татарский язык. Захарий был встречен Мамаем крайне недружелюбно, но всё же сумел наладить диалог с ханом, который предложил русскому посланнику сотрудничество и даже должность ханского наместника на Руси. Давая уклончивые ответы, Тютчев проявил дипломатическую гибкость и сумел вернуться живым из опасного посольства. Несмотря на угрозы хана, требовавшего от Москвы увеличения Дани, посол бесстрашно отстаивал интересы великого московского князя. На обратном пути Захарий не побоялся даже разорвать ханскую грамоту, унизительную для Дмитрия, и вернуть её клочки в Орду. Именно Захария Тютчева, мужественного человека, бесконечно преданного своей родине, можно смело назвать первым в династии Тютчевых дипломатом. Его потомок, Фёдор Иванович Тютчев, родился 5 декабря 1803 года в селе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии. История развития родовой усадьбы Тютчевых в Овстуге связана с именами дедушки и бабушки будущего поэта и дипломата. Николай Андреевич Тютчев, уроженец Ярославской губернии, получил неплохое домашнее образование и в самом начале 1760-х годов именовался инженером. В апреле 1762 года он женился на московской дворяночке Пелагея Денисовне Понютиной. К моменту бракосочетания у Николая Андреевича было сельцо да пара деревень со 158 душами, а у Пелагея Денисовны 20 душ крепостных и родительский дом в селе Речица Брянского уезда Орловской губернии. После свадьбы молодые решили обосноваться на Брянщине в небольшом имении Пелагея Денисовны. Николай Андреевич сразу начал расширять его, прикупая землю и крестьян. Здесь, в Овстуге, он заложил усадебный дом и Успенскую церковь. Родовое имение наследовал младший сын Николая Андреевича и Пелагея Денисовны Тютчевых Иван. По словам Ивана Сергеевича Аксакова, Иван Николаевич Тютчев был человеком рассудительным, с спокойным здравым взглядом на вещи, отличался необыкновенным благодушием, мягкостью, редкой чистотой нравов и пользовался всеобщим уважением. Его супруга, Екатерина Львовна Толстая, была женщиной замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с наклонностью к ипохондрии, с фантазией, развитой до болезненности. Между тем, один из современников, историк Михаил Петрович Погодин, писал об их союзе. Смотря на Тютчевых, думал о семейном счастье, если бы все жили так просто, как они. Федор, будущий поэт и дипломат, стал вторым сыном в семье Ивана Николаевича и Екатерина Львовна Тютчевых. Первые годы своей жизни он безвыездно провел в Овстуге. Худощавый, впечатлительный ребенок унаследовал от родителей благодушие, гостеприимство и любознательность. Окружающий мир давал чувство тепла и защищенности, вызывал восхищение и восторг, дарил вдохновение. Тут целый мир, живой, разнообразный, волшебных звуков и волшебных снов. Ой, этот мир, так молодо прекрасный, он стоит тысячи миров. Сын Федора Ивановича Тютчева Дмитрий вспоминал. Мы отправились вместе, папа и я, в рощу, с которой у папа связано столько детских воспоминаний. Он рассказывал мне, что однажды, гуляя со своим дядькой в рощу у кладбища, нашел мертвую горлицу в траве. Они похоронили ее, и папа написал эпитафию в стихах. О, я понимаю, какое пронзительное чувство должен испытывать поэт, возвращаясь в края, на которые когда-то его пробуждавшееся воображение набрасывало свой волшебный покров. Эти рощи, этот сад, эти аллеи были целым миром для папа и миром полным. Тут пробудился ум и детское воображение искало в этой действительности свой идеал. Именно родовое имение Овстук стало колыбелью поэтического таланта Федора Ивановича Тютчева. Его первое дошедшее до нас стихотворение получило название «Любезному папеньке» и относится к 1813 или 1814 году. 22 февраля 1818 года на заседании общества Алексеем Федоровичем Мерзляковым было впервые публично прочитано стихотворение Федора Тютчева «Вельможа. Подражание Горацию». На тот момент ему было 14 лет. А 30 марта того же года Тютчев был принят в состав общества со званием сотрудника. Впоследствии в его изданиях публиковались юношеские стихи Федора Ивановича Тютчева, послание Горация к меценату, весеннее приветствие стихотворцам, поэтические переводы Шиллера и Ламартина. В ноябре 1819 года Тютчев был зачислен на словесное отделение Московского университета как студент. Обучаясь в Московском университете, Федор Иванович посещал лекции по теории изящных искусств и красноречия, статистике, археологии, всеобщей истории, словесности, политической экономии, естественному и гражданскому праву, изучал английский и французский языки. В то же время Тютчев занимался и самообразованием, посвящая много свободного времени чтению книг российских и европейских писателей и философов. В 1821 году Федор Тютчев успешно окончил университет со степенью кандидата словесных наук и весной 1822 года был зачислен на службу в коллегию иностранных дел в чине губернского секретаря. В биографии Тютчева есть страницы жизни за границей в Мюнхене. Как он там оказался? 13 мая 1822 года благодаря ходатайству графа Александра Ивановича Остермана Толстого 18-летний Федор Тютчев был причислен сверхштата, то есть без жалования, к дипломатической миссии в Мюнхене. Первую штатную должность, предусматривавшую получение жалования, он получил только в 1828 году, когда был назначен вторым секретарем дипломатической миссии. В столице Баварии Тютчев служил с 1822 по 1837 год в российском дипломатическом представительстве при Баварском Королевстве, одном из крупнейших государств Германского Союза. Он отмечал, «Ежели и существует страна, где бы я льстил себя надеждой приносить некоторую пользу службой, так это решительно та, в коей я нахожусь». В Мюнхене в возрасте 20 лет Федор Иванович Тютчев встретил свою первую любовь. Ей стала представительница старинного и очень богатого рода графиня Амалия фон Лерхенфельд. Она обладала редкостной и даже уникальной красотой, по мнению современников. Генрих Гейна называл ее божественной Амалией, а баварский король Людвиг I заказал ее портрет для галереи «Красавец», которую он собирал в своем дворце. В 1825 году Амалия вышла замуж за российского дипломата барона Александра Крюденера, а в 1855 году, после смерти первого супруга, она вступила во второй брак с генерал-губернатором Таврическим Николаем Владимировичем Адлербергом. Но с Тютчевым Амалия на протяжении полувека поддерживала теплые дружеские отношения. Поэт посвятил ей ряд своих стихотворений. Среди них и шедевр Тютчевской лирики, который, вероятно, был создан под влиянием их встречи в 1870 году. «Я встретил вас и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло, как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновеньем тех лет душевной полноты с давно забытым упоением смотрю на милые черты». В 1829 году Федор Иванович Тютчев женился на графине Элеоноре Петерсон, урожденной фон Ботмер. Эта слабая женщина обладает силой духа соизмеримой разве только с нежностью, заключенной в ее сердце. «Я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня. Не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась, бы, не колеблясь ни мгновения, умереть за меня». Так он писал о своей жене. На момент женитьбы Тютчев уже занимал довольно заметное место в мюнхенском обществе. Блестящий ум, образование, самостоятельность, искрящиеся остроумие и необыкновенное личное обаяние, которое отмечали все, кто был с ним знаком, делали Федора Ивановича Тютчева желанным гостем в светских салонах и не менее желанным собеседником в кругу университетских профессоров. В Мюнхене он познакомился с философом Фридрихом Шеллингом, поэтом Генрихом Гейне, произведение которого переводил на русский язык и таким образом знакомил с ними русского читателя и другими представителями литературно-художественных кругов Германии того времени. В этом мире Тютчев был вполне на месте и встречал радушный прием. «Он вносил в гостиной свои пылки ум, ум, скрывавшийся под небрежной внешностью, который, казалось, прорывался помимо его воли ослепительными остротами. Его находили оригинальным, остроумным, занимательным». Так о поэте писал Иван Сергеевич Гагарин. За 12 лет брака Федор Иванович и Элеонора Тютчева стали родителями трех дочерей Анны, Дарьи и Екатерины. В 1838 году супруга поэта умерла. Ее кончина стала тяжелым потрясением для Тютчева. «Я считал ее настолько необходимой для моего существования, что жить без нее мне казалось невозможным, все равно, как жить без головы на плечах». В памяти безвременно ушедшей из жизни жены Федор Иванович Тютчев посвятил стихотворение «Еще томлюсь тоской желаний», написанное в 1848 году. «Еще томлюсь тоской желаний, еще стремлюсь к тебе душой, и в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой. Твой милый образ, незабвенный, он предо мной везде, всегда, недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда». В 1839 году Тютчев снова женился. Его второй женой стала баронесса Эрнестина Дернберг, урожденная фон Пфефель. Поэт познакомился с ней в начале 1833 года, и к моменту бракосочетания их связывали близкие отношения уже в течение нескольких лет. В это время, с 1837 года, Федор Иванович Тютчев служил с дипломатической миссией в Сардинском королевстве в Турине, но в октябре 1839 года он был отозван с должности старшего секретаря миссии. Как частное лицо он поселился с семьей в Мюнхене, где они прожили с небольшими перерывами вплоть до 1844 года. Своей второй супруге, подарившей ему дочь Марию и сыновей Дмитрия и Ивана, Федор Тютчев посвятил стихотворение «Люблю глаза, твои мой друг, не знаю, коснется ли благодать, все отнял у меня казнящий Бог и многие другие. Люблю глаза твои, мой друг, сыгрой их пламенно-чудесной, когда их приподымешь вдруг и словно молнией небесной окинешь бегло целый круг». В 1844 году Тютчев вместе с семьей вернулся в Россию и на государственную службу в Министерство иностранных дел. Цензор при особой канцелярии, старший цензор, председатель комитета цензуры иностранной. Таковы ступени его карьеры. 17 апреля 1858 года действительный статский советник Тютчев был назначен председателем комитета цензуры иностранной. На этом посту Федор Иванович пробыл 15 лет. Давно известная всем дура, неугомонная цензура, кое-как питает нашу плоть, благослови ее Господь. Как часто Тютчев бывал в Овстуге после возвращения в Россию? За период с 1846 по 1871 год он 12 раз побывал в своем родовом имении. Когда ты говоришь об Овстуге прелестном, благоуханном, цветущем, безмятежном и лучезарном, ах, какие приступы тоски по родине овладевают мною, писал Федор Иванович. В Овстуге и его окрестностях поэтам было создано семнадцать стихотворений. Итак, опять увиделся я с вами, тихой ночью, поздним летом, эти бедные селенья, есть в осени первоначальной, в небе тают облака, вот бреду я вдоль большой дороги, от жизни той, что бушевала здесь, и другие. Эти бедные селенья, это скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной все тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. В 1854 году отдельным изданием вышел в печати первый сборник стихотворения Тютчева, а в 1868 году – второй. Сам поэт не предпринимал никаких усилий, чтобы его творения стали общеизвестными. Сборники вышли благодаря стараниям Николая Васильевича Сушкова, Ивана Сергеевича Тургенева, Ивана Сергеевича Оксакова и Эрнестины Тютчевой. В эти годы тяжелый разлад в семейную жизнь поэта внесла его последняя любовь к Елене Александровне Денисьевой, знакомство поэта с которой состоялось в 1850 году. Их отношения продолжались 14 лет. Вне брака родились трое детей – дочь Елена и сыновья Федор и Николай. Елене Денисьевой было посвящено немало стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Позднее они были выделены литературоведами в Денисьевский цикл «Вершину творчества поэта». Одним из них стало стихотворение «Последняя любовь». О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней! Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила тень, лишь там, на западе, бродит сиянье. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись очарование! Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь! Ты и блаженство, и безнадежность! Дарья, а как зарождался мемориальный историко-литературный музей-заповедник «Овстук»? После смерти Федора Ивановича Тютчева усадьба в «Овстуге» отошла его младшему сыну Ивану. Но он проживал в селе Мураново под московном имении своей жены Ольги Николаевны Путята. Поэтому брянские земли Тютчевых были постепенно распроданы, а господский дом оставлен. Все вещи из Овстугского дома были вывезены в Мураново. Последним владельцем имения стал внук поэта Николай Иванович Тютчев. В 1914 году господский дом был разобран. Из остатков кирпича дома Тютчевых местные крестьяне построили здание Овстугской волосной управы, в котором в настоящее время находится краеведческий музей. В 1957 году в Овстуге появилась комната музея Федора Ивановича Тютчева. Она разместилась в бывшем здании школы, которая была открыта в 1871 году для крестьянских детей дочерью поэта Марии Федоровны Берилевой. Комната музея была создана стараниями Овстугского учителя Владимира Даниловича Гамолина. Он писал, «С тех пор, как я начал работать в Овстуге, главным содержанием и целью моей жизни стала пробудить общественность села, района и области на воскрешение памяти Тютчева на его родине, на создание музея-усадьбы Федора Ивановича Тютчева». В 1961 году у здания школы был установлен первый в России памятник Тютчеву, а в 1970 году все здание старой школы было отдано под музей. В начале 1980-х годов началось восстановление Тютчевской усадьбы, парка, пруда, ограды. К 1986 году по проекту архитектора Василия Николаевича Городкова был восстановлен усадебный дом, вместивший новую экспозицию музея. Законченный вид усадьба приобрела уже в 2003 году, когда на Брянщине и по всей России отмечался 200-летний юбилей Федора Ивановича Тютчева. Была восстановлена Успенская церковь, разрушенная в годы Великой Отечественной войны, отстроен заново гостевой флигель. Созданный в 2003 году мемориальный историко-литературный музей-заповедник Федора Ивановича Тютчева «Овстук» стал одним из двух музеев в России, посвященных поэту. В комплекс современного музея-заповедника входит парк площадью 6,5 гектаров, усадебный дом с постоянной экспозицией, флигель, школа Марии Федоровны Берилёвой, краеведческий музей села, расположенный в здании волосной управы начала 20 века, и даже две мельницы ветряная и водяная. Музей-заповедник ежегодно принимает до 180 тысяч посетителей со всех уголков России, из ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря выставке «Как сердцу высказать себя», действующей в настоящее время в Литературном музее Дом Языковых, и жители Ульяновской и Ульяновской области могут прикоснуться к творческому наследию Федора Ивановича Тютчева, узнать, какие события жизни вдохновили поэта на создание лирических шедевров. Приглашаем всех желающих посетить выставку. Она будет работать до 31 марта текущего года. Напоминаем, что мы беседовали со старшим научным сотрудником Литературного музея Дом Языковых Дарьей Козловской. Вечернюю программу для вас подготовил Алексей Сорокин. Обзор культурных событий 11 и 12 февраля в нашем регионе пройдут различные культурные мероприятия. Расскажем о наиболее заметных. 11 февраля во дворце Губернаторский пройдет юбилейное шоу балета Аллы Духовой «Тодос». В субботу на сцене Ульяновского драматического театра «Рождественская история. Бабаня». В воскресенье – драма по пьесе Островского «Беспреданница». На сцене Молодежного театра Ульяновска 11 февраля драма «День свадьбы». 12 февраля комедия «Хозяйка гостиницы». В театре студии «Анфан Терибль» в субботу зимний спектакль «Снежность». В воскресенье – постановка по повести Николая Лескова «Леди Магбет» Мценского уезда. В субботу небольшой театр предлагает комедию «Плутни Скопена». В воскресенье – комедия по рассказам Валентина Постникова «Верхом на портфеле». В театре «Кукол» имени Валентины Леонтьевой 11 февраля «Зимняя сказка «Снеговик-почтовик». 12 февраля музыкальный спектакль по сказке Корнея Чуковского про доброго доктора Айболита. В Центре татарской культуры 11 февраля открывается восьмой открытый областной фестиваль татарских народных и самодеятельных театральных коллективов имени Бари Тарханова. В воскресенье в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи симфонический оркестр губернаторский и скрипач Гайк Казазян представят музыкальную программу «Всероссийские филармонические сезоны». В Димитровграде в субботу на сцене Драматического театра имени Островского мистическая история по повести Александра Пушкина «Пиковая дама». В воскресенье музыкальная сказка «Илья Амуровец против змея Горыныча». В субботу в научно-культурном центре Славского симфонический оркестр губернаторский и скрипач Гайк Казазян представят музыкальную программу «Всероссийские филармонические сезоны». В Димитровградском театре «Кукол» в субботу спектакль «Маша и медведи». В воскресенье театр юных зрителей приглашает на «Северную сказку». В субботу библиотека информационно-досугового центра Димитровграда приглашает на урок по интерьерной живописи. В культурно-выставочном зале «Радуга» работает фотовыставка «Чехия». «Надеги». «Надеги». «Надеги».